Глава шестнадцатая «Она приехала гостить ко мне», — сказала княжна Мария. «Граф и графиня будут на днях. Графиня в ужасном положении. Но Наташе самой нужно было видеть доктора. Ее насильно отослали со мной». «Да, есть ли семья без своего горя?» — сказал Пьер, обращаясь к Наташе. «Вы знаете, что это было в тот самый день, как нас освободили? Я видел его. Какой был прелестный мальчик!» Наташа смотрела на него, и в ответ на его слова только больше открылись и засветились ее глаза. «Что можно сказать или подумать в утешение?» — сказал Пьер. «Ничего. Зачем было умирать такому славному, полному жизни мальчику?» «Да, в наше время трудно жить бы было без веры», — сказала княжна Мария. «Да, да, вот это истинная правда», — поспешно перебил Пьер. «Отчего?» — спросила Наташа, внимательно глядя в глаза Пьеру. «Как отчего?» — сказала княжна Мария. «Одна мысль о том, что ждет там». Наташа, недослушав княжны Марии, опять вопросительно поглядела на Пьера. «И оттого», — продолжал Пьер, — «что только тот человек, который верит в то, что есть Бог, управляющий нами, может перенести такую потерю, как ее и ваша», — сказал Пьер. Наташа раскрыла уже рот, желая сказать что-то, но вдруг остановилась. Пьер поспешил отвернуться от нее и обратился опять к княжне Марии с вопросом о последних днях жизни своего друга. Смущение Пьера теперь почти исчезло, но вместе с тем он чувствовал, что исчезла вся его прежняя свобода. Он чувствовал, что над каждым его словом, действием теперь есть судья, суд, который дороже ему суда всех людей в мире. Он говорил теперь и вместе своими словами соображал то впечатление, которое производили его слова на Наташу. Он не говорил нарочно того, что бы могло понравиться ей, но что бы он ни говорил, он с ее точки зрения судил себя. Княжна Мария неохотно, как это всегда бывает, начала рассказывать про то положение, в котором она застала князя Андрея. Но вопросы Пьера, его оживленно беспокойный взгляд, его дрожащее от волнения лицо понемногу заставили ее вдаться в подробности, которые она боялась для самой себя возобновлять воображение. — Да, да, так, так, — говорил Пьер, нагнувшись вперед всем телом над княжной Марьей и жадно вслушиваясь в ее рассказ. — Да, да, так он успокоился, смягчился. Он так всеми силами души всегда искал одного, быть вполне хорошим, что он не мог бояться смерти. Недостатки, которые были в нем, если они были, происходили не от него. — Так он смягчился, — говорил Пьер. — Какое счастье, что он свиделся с вами, — сказал он Наташе, вдруг обращаясь к ней и глядя на нее полными слез глазами. Лицо Наташи вздрогнуло, она нахмурилась и на мгновение опустила глаза. С минуту она колебалась, говорить или не говорить. — Да, это было счастье, — сказала она тихим грудным голосом. — Для меня, наверное, это было счастье. Она помолчала. И он, 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 он говорил, что он желал этого в ту минуту, как я пришла к нему. Голос Наташи оборвался. Она покраснела, сжала руки на коленях и вдруг, видимо, сделав усилие над собой, подняла голову и быстро начала говорить. Мы ничего не знали, когда ехали из Москвы. Я не смела спросить про него. И вдруг Соня сказала мне, что он с нами. Я ничего не думала, не могла представить себе, в каком он положении. Мне только надо было видеть его. «Быть с ним!» — говорила она, дрожа и задыхаясь. И, не давая перебивать себя, она рассказала то, чего она еще никогда никому не рассказывала. Все то, что она пережила в те три недели их путешествия и жизни в Ярославле. Пьер слушал ее с раскрытым ртом и, не спуская с нее своих глаз, полных слезами. Слушая ее, он не думал ни о князе Андрее, ни о смерти, ни о том, что она рассказывала. Он слушал ее и только жалел ее за то страдание, которое она испытывала теперь, рассказывая. Княжна сморщилась от желания удержать слезы, сидела подлинно Наташи и слушала в первый раз историю этих последних дней любви своего брата с Наташей. Этот мучительный и радостный рассказ, видимо, был необходим для Наташи. Она говорила, перемешивая ничтожнейшие подробности с задушевнейшими тайнами. И, казалось, никогда не могла кончить. Несколько раз она повторяла то же самое. За дверью послышался голос Десаля, спрашивавшего, можно ли Николушке войти проститься. «Да вот и все, все», — сказала Наташа. Она быстро встала в то время, как входил Николушка и почти побежала к двери. Стукнулась головой от двери, прикрытую портьерой, и с тоном ни то боли, ни то печали вырвалась из комнаты. Пьер смотрел на дверь, в которую она вышла, и не понимал, отчего он вдруг один остался во всем мире. Княжна Мария вызвала его из рассеянности, обратив его внимание на племянника, который вошел в комнату. Лицо Николушки, похожее на отца, в минуту душевного размягчения, в котором Пьер теперь находился, так на него подействовало, что он, поцеловав Николушку, поспешно встал и, достав платок, отошел к окну. Он хотел проститься с княжной Марией, но она удержала его. «Нет, мы с Наташей не спим иногда до третьего часа. Пожалуйста, посидите, я велю дать ужинать. Пойдите вниз, мы сейчас придем». И прежде, чем Пьер вышел, княжна сказала ему. «Это в первый раз она так говорила о нем». Продолжение следует...